здравствуйте мои дорогие подписчики и гости моего канала 8 ноября я бы ни с того ни с сего долго не думая не гадая пошла настригла роз жалко было выбрасывать в интернете видела пробивала такое что можно их укоренять из осени и в горшочках и я решила сделать очередной эксперимент и вот попробовала всего я 8 числа их это делала а сегодня уже 28 и я вы знаете ни разу не открывала сейчас сегодня я достала и буду с вами смотреть что там у меня получилось может какие-нибудь стаканчики попикирую ну вообще будем смотреть вместе как я и обещала я тут уже заглядываю и вижу что что-то там немножко есть сначала так посмотрим я посмотрел он там большой росточек и тут там какое-то движение жизни есть сейчас я все открою и мы вместе посмотрим еще же газеты забыла принести метод бурита моя вот все открыла и то что я вижу не радует вот здесь что-то нет ничего сейчас я вам покажу не знаю сегодня наверное какие-нибудь попикирую не знаю зелененькие лежат но смотрите они очень зеленые ну вот здесь вот немножко один портится наверно начинает тут же у меня подписано это садовая красная такая с прожилочка там еще смотрите тут что тут тоже и вот это вот наверное корней то еще нету я даже не знаю пересаживать их уже или не надо но вот признаки того что вот корни собираются уже есть вот про вот это я говорила просто лежать зелененькие пока и все хотя вот здесь видите уже признаки корней и тут уже набухли почечки чем это закроем точно ничего не будем делать так что вот это а вот эту вот я делала намного позже других даже я даже не знаю мне кажется совсем недавно и тут он уже почки какие набухли прямо и вот это вот я соседки в своей взяла веточку это вьющаяся красная у нас тут по всей деревне такая есть только у меня нету она очень долго цветет и у большими таким много много цветов красиво один раз вот уже тоже пошли в рост и вьющаяся а это тоже я взяла это не моя это садовая высокий такой куст мощный это глаз жар птицы называется сорт вот это какая-то темная но она не черная то такой цвет у нее у нее он идут почки в общем тут все прекрасно а вот эту я вместе с первыми делала это белая вон туда пошли вниз ну вот тут забываю как это называется ну короче вот это корни начинает признак корней это белая несчастная куда-то повернулась не туда давайте я поверну ну корней тут естественно нету еще не факт что она будет расти да она вот за счет вот этой вот своей силой своей палочки этой тут она берет силы что это тоже мы все оставляем сейчас посмотрим какой нибудь знаю я наверное попробую вот например вот эту посадить сейчас посмотрим какой-то цвет белорозовая о это красивая но я думаю тут тоже корней еще нет может быть и не стоит просто посмотрели надо оставить вот только собираются еще оставить в покое наверное и и надо наверное надо проветривать теперь открывать тут сбрызнуть не на земле мокрая почему не так слабо хотя почки он уже ожили вот здесь я вижу тут молодцы в общем для эксперимента может быть я сделаю какую нибудь в землю но почему им еще может оставлю так просто буду почаще теперь смотреть ну как почаще не каждый день иногда проветривать а вот это тоже когда последний раз я когда всех уложила все запаковала и потом на столе обнаружила потерянную смотрите она стояла все это время в воде и вот тоже почечки набухли пойду принесу еще метод буритто буритто в газете посмотрим что там в газетах происходит ну вот я принесла череночки которые по методу буритто заворачивала в газетке теперь я сейчас каждую раскрою аккуратно чтобы не повредить газету потому что я наверняка оставлю дальше чтобы корни прорастали и проверить надо если там какие нибудь черные стали это надо выбросить начинаем и одну открою вместе с вами а потом буду просто показывать результат вот это желтая вот это желтая написано желтая роза это желтая роза она и Evelyn и все они plants Почки оживают, хочу вам сказать. Корней пока нету и намёка на корбелина. И вот эта вот ножка эта не собирается беленькая. А вот есть, да-да-да, и вот же побелела. Это же, по-моему, всё хорошо, если я дальше смогу это продолжить, чтобы они, ну вот, это наши высокого воздуха в домах, батареи, ну, в общем, сложности-то, конечно, большие, особенно, когда ни разу не пробовала, это, которые уже опытные люди, они умеют раз-раз-раз понимают, что куда и как. Посмотрим, что у меня получится, посмотрите. Тут тоже есть признаки начала жизни. Моя жёлтенькая розочка, вот, это вот корни, намёк, что будут. И где-то я ещё видела, видите, какие уже почки. вот, видите, вот это вот начинает там начало корней, вот беленькая. Короче, признаки есть, в общем-то, розочки. Я вам очень-очень рада. я открыла несколько штук, три штуки, там особой разницы не было с этими, ну, набухли, там всё хорошо, в общем. А вот открыла белую. Смотрите, вот здесь белая вот такая. ну, начинает какое-то дело. Выскочили. А здесь вот какие выросли. вот её, наверное, надо их убирать. И вот тут вот, блин. Извините, я забыла, как называется, но вот это вот признак, что корни собираются расти. Ну, вот это же отломается. Я вот эту, наверное, попробую в горшочек посадить. Вот, одну уже откладываем. Эти ещё надо, наверное, ящик какой-нибудь приготовить. И уже в землю потом их в скором будущем распределить. А сегодня вот эту одну попробуем. В горшочек. Ну вот, так прошла моя первая, наша первая встреча с этими розами. Всем, кому интересно, будет продолжение. Буду через неделю. Может, ну, может, больше. Так подвяжу сверху, если будут какие-нибудь изменения. Буду опять открывать, смотреть. Ну, такой итог. Вот здесь метод буррито. Здесь тоже почки оживают много, хорошие. И признаки вот этого корневания. Есть вот эти беленькие пятнышки, наростки, которые в корне будут. Вот-вот-вот. Много таких. Вот эти вот в губу, возможно, в следующий раз, потому что вот эти вот большие, когда почки распускаются, они при вот этом вот разворачивании, они будут ломаться. Я думаю, надо будет их попекировать в землю. Приготовлены, наверное, ящики. Так попекируют, попекируют. А эти, наверное, так уже и будут пока хорошо не укоренятся. Они выглядят неплохо. Кстати, вот этот буррито, тот же самый сорт, что здесь вот почки очень маленькие, но они все равно уже начинают. Так же и там, в газетке, когда открывала, там тоже не очень большие. Может быть, немножко больше почки поживали, но все равно таких больших почек нету. Так что, на сегодняшний день все вот так. Не буду идти трогать, ну, хотя я одно все-таки вот раз большим листиком взяла, мне как бы его жалко, но я понимаю, там нету даже признаков вот этих пяточек белых, вот этих наростов, еще нету корней и помини. Так что, это совсем не факт, что эта роза будет расти. День, она за счет своей веточки, питание там берет и все, и чем закончится, неизвестно. А эти с признаками корневания, с белыми пяточками, вот эта белая, вот эта розовая, а эта красная с прожилочками, вот такие тоже будут сейчас накрыты пакетами, эти крышечками и будут ждать следующего, следующей нашей встречи. В добрый путь вам, мои дорогие, любимые розочки. Очень интересно с вами работать, наблюдать. Надо же, с каких-то палочек, палочек вот жизнь происходит. На улице зима, а тут начинается жизнь. Я всегда любила вот это вот начало, рассада, теплица, на улице снег, там огурцы, помидоры, лес, а теперь вот розами. Посмотрю, вот у нас дополнительные звуки. Вот так, до новых встреч. Шум немножко уменьшился у нас. Забыла еще сказать, что я вот сюда сажу в землю этот торф с песком. А тут сразу вот так вот вдруг она примется, и я ее прямо буду усаживать в огород, в землю, в сад свой. Всего доброго! Спасибо всем, кто досмотрел, кто был со мной, кому интересно. Будьте здоровы, счастливы. Всего-всего вам доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!